Равновесие Это очень важный фильм для понимания нашего мира и снимать его пришлось вынужденно, потому что часть информации выпущена из оборота и в большинстве учебных заведений России и мира имеет место в фальсификации по данной теме. То есть студент приходит в ВУЗ и его обманывают, дают безграмотные материалы. Это абсолютно критически важная тема для любого специалиста физики, для любого инженера-механика. Без этого понимания неполное, без этого понимания ущербное. Равновесие Равновесие. Состояние покоя тела по отношению к другим телам. Равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимо уравновешены. На равновесии держится вся наша Вселенная, весь наш мир, который мы знаем. Планеты, спутники, солнечная система, галактики, скопления галактик и каждый атом вашего тела, все это держится на равновесии. Основных видов равновесия три. Устойчивое равновесие, шар в углублении, неустойчивое равновесие, шар на возвышенности, безразличное равновесие, шар на плоскости. Устойчивое равновесие, когда после малого отклонения от положения тела относительно источника воздействия в системе возникают силы, стремящиеся возвратить тело в состояние равновесия. равновесие не нарушается, тело возвращается в положение равновесия. Отклонение от равновесия не возрастает со временем. Если шаль отклонится в сторону, в системе возникнут силы именно силы, стремящиеся вернуть шарик в исходное положение. Второй вид равновесия – неустойчивое равновесие. Когда после малого отклонения положение тела относительно источника воздействия, равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, а отклонение от равновесия возрастает со временем. Если шаль отклонится в сторону, в системе не возникнут силы, именно силы, стремящиеся вернуть шарик в исходное положение. Безразличное равновесие – когда после малого отклонения от исходного положения тело продолжает находиться в равновесии. Равновесие сохраняется в новой точке. Пример шар на плоскости. Шар отклонился в сторону, но продолжает находиться в равновесии. Равновесие сохраняется в новой точке. В системе не возникают силы, стремящиеся вернуть шарик в исходное положение. То есть силы могут обеспечить телу как устойчивое равновесие, так и неустойчивое. И как частный случай, безразличное равновесие. Рассмотрим подробнее. Определение равновесия это основной и очень важный текст. Он передает основной смысл того, что во всем научном мире, уточню в научном, определяется как равновесие. Равновесие состояние покоя тела по отношению к другим телам. Равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимо уравновешены. В самом определении надлежит сразу отметить и запомнить два ключевых момента. Первое, что уравновешены именно силы. Не движение, не энергия, не температура, не массы, а именно силы. Второе, что надо запомнить, это то, что уравновешены именно все силы. Почему важно, что уравновешены именно все силы? Как вы видите, у нас есть устойчивость равновесия по профилю. Изображено через светящуюся подвижную точку. Но нет устойчивости равновесия поперед профиля. В результате мы для данной конструкции не получаем устойчивого равновесия в комплексе. То есть, в реальности никакого устойчивого равновесия для данной схемы не будет. Именно потому, что важно учитывать именно все силы, а определение равновесия и содержит прямое указание на учет всех сил. То есть, если мы установим шар на острие иглы и учтем силы только по одной оси, на схеме обозначено красными стрелками, то в плане устойчивости равновесия нам это ровным счетом ничего не даст, потому что шар элементарно может упасть в любом другом направлении. На схеме направление обозначено черными стрелками. Вывод однозначен. Устойчивость равновесия зависит именно от всех сил. Это научный факт. Если вы открыли учебное пособие и в определении равновесия не указано, что речь идет именно о всех силах, приложенных к телу, то вы держите в руках безграмотный учебник, который согласно действующему законодательству вообще не должен быть допущен в систему образования. Вернемся к определению равновесия и зафиксируем второй важный момент. Он звучит так. Все действующие на тело силы взаимо уравновешены. Ключевое слово силы. Почему важно запомнить, что уравновешены именно силы, а не что-нибудь другое? Потому что в рамках научного метода все формулировки несут конкретный смысл. Они однозначны, логичны, определены и членно-раздельны. И если равновесие определено как равенство сил, то оно уже не может быть равенством чего бы то ни было другого. Поскольку подобное противоречит первому закону логики, сформулированного еще Аристотелем следующим образом. Иметь ни одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачено. Всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Все, что не соответствует законам логики, автоматически не является научным продуктом. Например, равновесие это равенство сил, а вот еще запах ананасов или еще переход энергии. Это недопустимо. Вы должны выбрать что-либо одно. Или запах ананасов, или равенство сил, или переход энергии. Иначе это опять же нарушение первого закона логики. Итого, в сухом остатке. Равновесие не может быть равенством масс. Равновесие не может быть равенством температур, движений, энергий или равенством возраста бабушек. Если вы напишите, что равновесие это равенство движений или энергии, то с точки зрения логики это будет иметь не больше смысл, чем равновесие это равенство капусты. Так устроен научный метод. Если вас по какой-то причине не устраивает общепринятое определение равновесия, вы хотите определить равновесие через, например, движение, энергию или температуру, то научный метод и это предусматривает. Но тогда вы должны сначала ввести соответствующий новый термин, например, энерговесие, двиговесие, как угодно. И только тогда уже дать определение этому понятию через энергию, движение и так далее. Иное в рамках научного метода недопустимо. И даже если 48 академиков против этого проголосуют, это ничего не изменит. Не нравится научный метод? Пишите и читайте художественную литературу. В науку не суйтесь. Теперь давайте рассмотрим примеры устойчивого и неустойчивого равновесия. Мы видим факторы равновесия. Первый фактор это равновесие вдоль траектории движения. Обозначено через колебания зеленого шарика по профилю. Как вы видите, в случае с искривленной, богнутой траекторией в системе возникают силы, именно силы, стремящиеся вернуть тележку в некую точку равновесия. И это дополнительно проиллюстрировано через колебания зеленого шарика по бежевой ленте. При изменении кривизны траектории силы уменьшаются и тележка, аналогично ей и шарик, прекращают свое движение. Второй фактор равновесия поперек траектории движения. На схеме обозначено через красную ленту и колебания по ней синего шарика. Как наглядно показано, для поперечных колебаний возможны два совершенно разных сценария равновесия. В первом случае это равновесие устойчивое. Во втором случае равновесие неустойчивое и тележка падает с профиля, падает со своей траектории. И для данной схемы устойчивость равновесия определяется не равновесием вдоль траектории, обозначенной зеленым шариком на бежевой ленте. А равновесие поперек траектории обозначено синим шариком на красной ленте. Уточним, что во всех случаях опять же речь идет именно о силах. Если же мы начнем рассматривать равновесие не через силы, а через энергию, как написано в безграмотных учебных пособиях, то на схеме этот переход энергии будет обозначаться зеленым шариком на бежевой ленте. Когда шарик поднимается вверх, увеличивается потенциальная энергия. Когда шарик идет вниз, потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но мы увидим, что в реальности равновесие не зависит от этих переходов энергии, потому что при вполне конкретных обстоятельствах равновесие может как совпадать с воображаемым переходом энергии, так и не совпадать. И мы видим это на анимации. Равновесие наружено, тележка упала, а переход энергии из потенциальной в кинетическую продолжается. Это конкретное доказательство факта безграмотности учебных пособий и вранья их составителей. Про зависимость равновесия от перехода энергии. Мы видим, что энергия замечательно переходит из потенциальной в кинетическую, что показано на перемещении фантома тела. Но устойчивости равновесия нет. Равновесию нет никакого дела до этих фантазий об энергии. Аналогичная ситуация и с телом на орбите. Энергия может переходить из потенциальной в кинетическую, но с равновесием это никак не может быть связано. Кроме основного разделения равновесия на устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие можно разделить на контактное и бесконтактное, осуществляемое без непосредственного механического контакта, когда тела не соприкасаются своими поверхностями. Пример такого равновесия планетарное равновесие. Теоретически оно тоже может быть устойчивым, неустойчивым и безразличным. Прежде всего, давайте рассмотрим, чем контактные формы равновесия отличаются от бесконтактных. Основное отличие – это отсутствие непосредственного контакта между телами и передача воздействия через пространство, например, посредством поля. Что в связи с этим необходимо знать? Необходимо знать, что это воздействие в пространстве передается, и механизм передачи любого воздействия в природе обусловлен вполне конкретным фактором – действительной геометрии пространства. Рассмотрим подробно. Если мы расположим в пространстве некий единичный источник воздействия, и ничем его не ограничен, то распространяться это воздействие будет равномерно во все стороны. Причем с увеличением расстояния интенсивность этого воздействия будет уменьшаться. Количественно и формульно – это распределение воздействия на внутреннюю поверхность расширяющейся сферы. Если мы окружим наш единичный источник воздействия некой сферой, то с расширением этой сферы ее площадь будет увеличиваться, и следовательно будет уменьшаться доля воздействия, выпадающая на единицу площади этой сферы. Причем природа воздействия здесь не важна. Без разницы, будете ли вы бомбардировать сферу изнутри частицами, или будете заполнять сферу водой на дне океана, или будете воздействовать изнутри полем. Определяющим здесь является не тип воздействия, а объемность пространства. То, как расширяется в пространстве сфера. Формульно это обозначается через площадь поверхности сферы и выглядит следующим образом. Это 4πr². Рабочая часть формулы здесь непосредственно r², поскольку 4π это по сути константа. А поскольку речь идет о рассеивании единичного воздействия на поверхность сферы, то мы имеем единицу, деленную на площадь поверхности сферы. То есть r² работает в нижней части уравнения, работает в таких универсальных формулах, как закон клона, закон тяготения. На графике динамика выглядит следующим образом. Если мы расширяем сферу, воздействие на ее внутреннюю поверхность, а значит и конечная сила уменьшается. И это видно на графике. Движение вправо соответствует расширению сферы, удалению от источника воздействия. Как бы далеко мы нашу сферу не раздвигали, сила будет с удалением только уменьшаться, стремиться к нулю, но никогда через этот ноль не перейдет и не обнулиться. Если же мы сферу будем сжимать, то сила наоборот увеличится. Увеличиваться будет до бесконечности. Направленность стрелки вверх соответствует силам отталкивания, а при притяжении стрелка должна быть направлена вниз. Этот график универсален. Он действует как для закона тяготения, так и для закона клона, как и для подавляющего большинства воздействий в этом мире. Этот же график может быть представлен и в таком виде. Насколько вы можете заметить, левая часть графика отличается. Она скруглена и опускается вниз. Какой это имеет физический смысл? Когда тело приближается из космоса, то массы Земли относительно тела перестают быть в одной удаленной точке. Часть масс по мере приближения расходятся в стороны и уже находятся справа и слева. И это требует учета на графике. Если движение продолжить вглубь Земли, то часть масс относительно тела уже выйдет в тыл, окажется сзади и это уменьшит результирующую силу тяготения. И в центре Земли сила тяготения вообще сведется к нулю, что собственно и отражено на данном графике. Идем далее. Фундаментальная сила в пространстве может быть либо силой притяжения, либо силой отталкивания. Других вариантов нет. При этом силы отталкивания в пространственной схеме могут образовать силы приталкивания. Когда внешне все выглядит как на прямом притяжении, но на самом деле это приталкивание извне. Такая ситуация складывается, когда в заполненном телами пространстве все тела, даже находящиеся на значительном удалении друг от друга, отталкивают и это в конечном итоге приводит к тому, что малые тела устремляются на более крупные. И мы получаем полную видимость притяжения. Представить это себе наглядно можно на примере. Если подвесить стальное ядро внутри прозрачной сферы на нескольких равномерно распределенных пружинах, мы визуально не сможем определить сжатые пружины или растянутые. Мы можем перемещать сферу, трясти, ронять, но по внешним проявлениям мы не сможем определить, что работает внутри сферы на самом деле, притяжение или отталкивание. Сжатые пружины или растянутые. Точно так же и с гравитацией. Невозможно определить визуально, чем обеспечено падение яблока на Землю. Обусловлено ли оно силами приталкивания извне или силами прямого притяжения, действующими от Земли. И мы не можем это выяснить ни одним гравитационным экспериментом. Потому как мы не можем вынести эксперимент из области, окруженной другими телами. У нас любая область во Вселенной окружена планетами, звездами, галактиками. Поэтому данные задачи решаются на экспериментах, подтвержденной направленностью сил негравитационной природы. То есть берутся силы притяжения и отталкивания подтвержденной природы и ставятся эксперименты. Возьмем пару магнитов и рассмотрим, как они действуют на притяжении и на отталкивании. На отталкивании мы наблюдаем устойчивое равновесие. На притяжении равновесие не достигается при любом количестве попыток. Рассмотрим другие схемы. Потоки воздуха. Мы точно знаем, куда они направлены. В направленности потоков воздуха сомнений нет. Равновесие достигается только на отталкивании. На притяжении устойчивое равновесие не достигается. Здесь надлежит отметить очень важный момент. За все время развития человеческой цивилизации не удалось построить ни одного устройства, обеспечивающего устойчивое планетарное равновесие на подтвержденных силах притяжения. Практика показала, что это невозможно. Экспериментально недостижимо ни при каких условиях. С практикой ясно. Давайте посмотрим, что в теории. Ведем понятие гравитационный магнит. Условно принятая плоскость бесконечной площади, оказывающая постоянное равномерное гравитационное воздействие заданной величины. Смодулируем ситуацию. Расположим гравитационные магниты параллельно друг к другу. Зададим гравитационным магнитам силы притяжения. Нам известно, как меняется сила. Тело движется поступательно между магнитов. Любое воздействие либо смещение выводит систему из равновесия. От любого приложения силы получается смещение рассматриваемого тела. Изменяется расстояние до магнита. При изменении расстояния увеличивается сила. Процесс ускоряющийся. Такое равновесие практически невозможно. Если мы построим графики для совокупных сил от обоих магнитов, то выглядеть это будет следующим образом. Обе силы утягивают шар из центра. Состояние устойчивого равновесия не является возможным для тела, находящегося под воздействием сил притяжения. Посмотрим, как та же схема работает при отталкивании. Тело движется поступательно, направленно. Направленное воздействие не выводит систему из равновесия. От приложения силы получается смещение. Насстречу смещению мы наблюдаем приращение силы со стороны магнита. Обе силы толкают шар в центр. В планетарной схеме аналогично. Рассмотрим планетарное равновесие подробно. Определение. Планетарное равновесие – состояние относительного покоя центра масс тела в отношении к центру масс другого тела в системе отчета, связанной с центрами масс обоих тел. Планетарное равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимо уравновешены. Планетарное устойчивое равновесие – когда после малого отклонения от положения тела равновесие не нарушается, тело возвращается в положение равновесия, отклонение от равновесия не возрастает со временем. Примерами устойчивого планетарного равновесия являются тела небесной механики. Планетарное неустойчивое равновесие – когда после малого отклонения от положения тела равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, отклонение от равновесия возрастает со временем. Примером неустойчивого планетарного равновесия является движение остального шарика по горизонтальной плоскости вокруг постоянного магнита. Относительный покой тела Состояние покоя относительно избранной системы отчета подразумевает возможное изменение геометрического расстояния между центрами масс обоих тел, связанное с продвижением тела по траектории орбиты. То есть тело движется по орбите, при этом расстояние до центра масс, центра вращения может меняться. Первый тип отклонения тела, когда отклонение тела связано с воздействием внешних сил. Метеорит упал на спутник и его отклонил. Второй тип отклонения тела, когда отклонение тела связано с подвижением тела по траектории некруговой орбиты. Если орбита не круговая, то при движении тела по ней происходит цикличное отклонение. Тело то приближается к центру, то отдаляется от него. Применительно к обсуждаемой теме небесная механика речь идет о планетарном устойчивом равновесии, при котором любое отклонение тела не вызывает нарушения состояния планетарного равновесия. Сила как фактор определяющий равновесие. У вас есть два материальных объекта, расположенных в пространстве. Как им находиться на расстоянии друг от друга? Для этого нужны силы. Между объектами силы уже есть. Эти силы могут быть либо силами отталкивания, приталкивания, либо силами притяжения. На отталкивании все понятно. Объекты оттолкнулись друг от друга и друг на друга не падают. А как обеспечить равновесие на прямом притяжении? Фундаментально равновесие тела на орбите может быть определено только соотношением сил тяготения и центробежной силы. Для спутника сила тяготения, как мы знаем, направлена условно к Земле, а центробежная сила от Земли, от центра вращения. Практически две встречно направленные силы. Силовое состояние спутника на орбите может быть устойчивым равновесием, а может быть неустойчивым равновесием. Чтобы силовое состояние спутника было устойчивым равновесием, необходимо, чтобы при единичном смещении возникали силы, стремящиеся возвратить систему состояния равновесия. Рассмотрим графики изменения силы тяготения и силы центробежной от расстояния. Сейчас мы видим график силы тяготения. Это график единицы на r квадрат. r – это расстояние от спутника до Земли. На графике вертикально по оси обозначается количество назначения силы тяготения, а по горизонтальной оси на графике обозначается расстояние, удаление от центра Земли. В единичном пересечении горизонтальных и вертикальных делений обозначено тело. Оно находится в точке равновесия. Вниз от тела красной стрелки обозначена сила тяготения. Ситуация соответствует действию силы тяготения на спутник, находящийся на орбите. Поймем, как эта сила меняется. Зададим единичное смещение, приблизим спутник к Земле. Вы видите шар перемещен влево, ближе к оси. Расстояние до Земли уменьшилось. Как это повлияло на силу? Продлим линию от шара вверх до графика и найдем точку пересечения. Расстояние от этой точки до горизонтальной оси будет соответствовать значению силы тяготения. На схеме это значение вынесено чуть вправо и обозначено красной стрелкой. Как мы видим, при приближении спутника к Земле сила тяготения увеличилась. И увеличилась она на вполне конкретное значение, обозначенное черной стрелкой. То есть мы можем четко и внятно отслеживать изменения силы тяготения, обеспечивающие равновесие. Рассмотрим то же самое смещение для центробежной силы. График центробежной силы внешне похож на график силы тяготения, но несколько отличается своим прогибом. Это график единицы деленной наверх. Как вы видите на схеме, центробежная сила направлена вверх от Земли. Идентичное первому случаю смещение тела в сторону Земли дает меньшее превращение центробежной силы. Зеленая стрелка количественно визуально меньше черной стрелки, которую мы видели на предыдущей схеме. Теперь совместим обе схемы, оба графика и объединим превращение сил центробежной и тяготения. Итак, мы совместили два графика. На схеме центробежная сила обозначена зеленой стрелкой. И мы видим, что она количественно меньше силы тяготения, обозначенной красной стрелкой. Разница силы обозначена на схеме в виде стрелки темно-синего цвета. И мы видим, куда она направлена. Собственно, это разница сил, это приращение, это суммарная сила направлена вниз к Земле и препятствует устойчивости равновесия. Вместо устойчивого равновесия, когда после малого отклонения от положения тела в системе возникают силы, стремящиеся возвратить тело в состояние равновесия, мы имеем неустойчивое равновесие. Когда после малого отклонения от положения тела равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, а отклонение от равновесия возрастает со временем. И вывод здесь однозначен. Планетарное равновесие на силах прямого притяжения невозможно. Это, собственно, то, о чем говорил Ломонусов, когда высмеивал тяготение по Ньютону, что документально засвидетельствовало письме Леонарду Эллеру от 5 июля 1748 года. Содержание данного документа известно научной общественности и находится в свободном доступе. Цитата. Или чистое притяжение не существует в природе, или не является нелепостью. Я принимаю первое. А второе предоставляю тем, кто рад чуть ли не все явления объяснить одним единственным словом. Итак, поскольку никакое чистое притяжение не может существовать, то отсюда следует, что тяготение ощутимых тел проистекает от толчка. Конец цитаты. Источник научная библиотека МГУ имени Ломоносова. Далее рассмотрим устойчивость орбиты наглядно. Источник поля установлен на горизонтальную плоскость. Отметим на плоскости воображаемую устойчивую орбиту. Уменьшим силы трения путем создания вакуума. Для стального шарика массой М, согласно данного радиуса, можно рассчитать требуемую для равновесия скорость. Таким образом мы получим теоретически предполагаемую орбиту по круговой версии. Таким же образом мы можем отметить эллиптическую орбиту. Форма обоих орбит предполагает равенство сил, приложенных к телу, но не учитывает, будет это равенство устойчивым или неустойчивым. Ранее мы зафиксировали, что важны все силы. И не только вдоль воображаемой траектории движения, но и поперек. И если сил требуемой направленности не будет, то воображаемая траектория, воображаемая орбита, не только не совпадет с траекторией реальной, но и вообще не будет никакой орбиты, а будет потеря равновесия. Иными словами, для одной и той же формы воображаемая расчетная орбита может быть как устойчивой, так и неустойчивой. И важно запомнить еще один важный момент. Если невозможно равновесие в точке, то и на пути, состоящем из таких точек, равновесие тоже невозможно. Как прирастают силы, нам известно. Давайте проиллюстрируем это изменение сил в более наглядной геометрической форме. Если рассматривать изменение сил по версии комплексного отталкивания, приталкивания, то изменение сил, приложенных к телу, будет соответствовать положению тела в силовом коридоре, условный аналог которого представлен в виде желоба на анимации. Изменение сил в силовом коридоре дополнительно проиллюстрировано через перемещение синего шарика на красной ленте, равновесие поперек орбиты. Именно этот фактор для равновесия самый важный, поскольку именно он определяет приближение и удаление тел друг от друга. Для данной схемы силовой аналог версии приталкивания мы располагаем устойчивым планетарным равновесием, и тело на орбите может находиться продолжительное время. Если мы рассмотрим версию прямого притяжения, изменение сил, приложенных к телу, будет соответствовать положению тела не в силовой яме, а наоборот, на возвышенности, условный аналог, который наглядно представлен в виде соответствующего возвышающегося профиля на анимации. Изменение сил в данном случае также проиллюстрировано через перемещение синего шарика по красной ленте. Для данной схемы мы не можем получить устойчивое планетарное равновесие, и тело на орбите не может находиться в принципе. Обратите внимание, что устойчивости равновесия поперек орбиты на силах прямого притяжения нет, а воображаемый переход энергии из потенциальной в кинетическую имеет место быть. То есть мы конкретно видим, что и в планетарном виде устойчивость равновесия не зависит от энергии. Это очевидный факт. И не может устойчивость равновесия зависеть от энергии даже гипотетически. Нет никаких логических оснований. Да, воображаемый переход энергии может совпадать, либо не совпадать с равновесием. Но в логическом плане декларировать какую-то прямую зависимость также нелогично. Как и утверждать, мол раз у коня два глаза, поэтому у слона должно быть два уха. Количество глаз коня действительно равно количеству ушей слона. Но причинно-следственной связи между первым и вторым нет. Так же как ее нет между энергией и равновесием. Мы же не утверждаем, например, что корова произошла от сыра. Так же и с энергией. Логическая цепочка работает только в одну сторону. Есть поле, например поле земли, оно оказывает воздействие на тело. В результате воздействия на тело образуются силы. В результате действия сил тело получает движение. Из-за того, что воздействие поля постоянно, получается нарастающее ускорение. И в этой схеме, если рассматривать тело отдельно, то можно говорить о кинетической энергии. Утверждать обратную логическую цепочку, утверждать, что внешнее поле может зависеть от кинетической энергии движущегося тела, это все равно, что утверждать, будто коровы произошла от сыра. Кинетическая энергия сама по себе не может порождать ускорение тела. А движение тела не может породить то внешнее поле, которое обеспечило это самое движение. Так же, как приближение яблока не может породить поле земли. Сначала курочка, потом следы курочки на песочке. Не могут они происходить от этих следов. Это лженаучно, это нарушение логики. Дальнейшее утверждение, что кинетическая энергия еще и переходит в потенциальную энергию, это продолжение того же лютого маразма. Далее, запускаем шарик по орбите. Проводим эксперимент со всеми возможными скоростями, со всеми прикидками на трение. Орбитальное движение не наблюдается даже в кратковременной форме. В данной системе нет сил, создающих устойчивость шарика на расчетно-устойчивой орбите. Это есть пример планетарного движения на неустойчивом равновесии. Наглядно, что переход на другую устойчивую орбиту не осуществляется. И никакое движение по любой орбите невозможно. Мы знаем, что Луна движется по орбите. По версии прямого притяжения это невозможно, равно как и орбита в целом. Орбита может быть устойчива в плане равновесия самого тела только на отталкивание. И мы это уже доказали экспериментом для частного случая равновесия, равновесия в точке. А раз в системе, построенной на силах притяжения, нет равновесия в отдельной точке, то устойчивого равновесия нет и на линии состоящей из таких точек. Равновесие это равенство сил. Вот оно, перед вами это равенство сил. Именно это и есть планетарное равновесие, а не что-либо другое. Если вам вместо равенства сил подсовывает что-либо другое, например, такой вот переход энергии, вас обманывают. Из графиков равенства сил однозначно следует, что если бы действительно наблюдаемая картина мира была построена на законе тяготения по версии прямого притяжения, то никакой планетарности не было бы в принципе. Привращение силы направлено строго в противоположную сторону от требуемого. Тело на таких превращениях силы удерживаться в планетарном режиме не может. И при любом отличии от нуля смещений должно покинуть орбиту, причем не только исходную, но и все остальные теоретически предполагаемые. Луны бы не было, Земли бы не было, если бы наш мир действительно был построен по Ньютону. Далее, давайте рассмотрим пространство два объекта, имеющих массу. Приблизим объекты друг к другу до прямого механического контакта. Равновесие достигнуто. Все массы находятся на постоянном расстоянии друг от друга. Все силы уравновешены. Если мы рассмотрим силы в зоне контакта в двух тел, то ситуация будет следующая. Чем ближе массы друг к другу, тем больше силы. И нарастать они могут до бесконечности. Ближайшие единичные массы могут быть в отношении друг друга как в устойчивом равновесии, так и неустойчивом. Ситуация аналогична взаимодействию магнитов. И это опять же зависит от изменения сил. Как меняется сила, мы прекрасно знаем. Равновесие на отталкивании устойчиво. Единичные массы находятся друг от друга на удалении. Равновесие на притяжении неустойчиво. И любые единичные массы устремляются друг к другу. И по мере приближения сила может нарастать до бесконечности. Для нашего мира это бы обозначало следующее. Приставили грузчики на складе два листа железа друг к другу и отделить их друг от друга оторвать уже невозможно. Листы стали единым куском металла. Более того, если бы мы соединили два пальца, то они бы слиплись воедино. И разрывать пришлось бы по живому. И разорвать мы бы тоже не смогли ни пальца, ни даже каплю воды. Потому что внутренние силы в ней нарастали бы до бесконечности. Но и это уже не важно, потому что луна бы стремительно падала на землю, а земля на солнце. Но и это было бы не важно, потому что вся Вселенная на сверхскоростях обрушивалась бы в одну точку. Но и это было бы не важно, потому что во Вселенной, построенной на притяжении, внутри каждого атома тоже нет равновесия. А значит никаких атомов тоже уже нет. Они обрушились сами в себя в одну непрерывную сингулярность. Все везде превратилось в сингулярность. Вот такой он безумный мир по Ньютону, когда нет равновесия ни в планетарном масштабе, ни во Вселенском, ни на атомном уровне. Поясним подробнее, почему внутренние связи тела здесь не помогут создать равновесие. Потому что гравитационное взаимодействие на порядке сильнее всех остальных взаимодействий, включая электромагнитные. По одной простой причине. Потому что базовое гравитационное поле по своей напряженности несопоставимо мощнее всех типов взаимодействий. Мощнее всего, что есть в нашей Вселенной. И перекрывает оно всю Вселенную без остатка. Ни одной свободной от гравитации зоны во Вселенной нет. И понять это совершенно не сложно. Если мы возьмем одно из крупнейших гравитирующих тел во Вселенной и определим возле его поверхности частную гравитационную напряженность, ее можно представить, конечно, видеть через силу тяготения, эта сила будет колоссальной. Но и это колоссальное значение будет значительно меньше базовой напряженности Вселенского гравитационного поля. Обозначено на схеме с синими стрелками, с делениями и соответствует двум встречно направленным векторам базового гравитационного поля. В любой точке пространства есть эта базовая гравитационная напряженность. Если мы сравним эту напряженность с силами от меньших объектов, сравним с силами от Солнца, сравним с силами от Земли, то разница будет говорить сама за себя. И понять силовой аспект этого можно все на том же графике тяготения, он же график распределения воздействия на расширяющуюся сферу, который однозначно показывает, что как бы далеко мы нашу сферу не развлекали, сила будет с удалением только уменьшаться, стремиться к нулю, но никогда через этот ноль не перейдет и не обнулиться. То есть, каждая удаленная планета, звезда, галактика, скопление галактик вносят свой вклад в напряженность базового гравитационного поля. И хоть тела и удалены от нас на безбрежные расстояния, но их суммарное количество, даже при минимальном, стремящемся к нулю силовом вкладе каждого совокупно, дает такие силы, которые обеспечивают все физические процессы, включая ядерные и электромагнитные. А теперь давайте на минуту забудем, что даже два тела на притяжении уравновесить невозможно. Пусть некое высшее вмешательство защитит систему даже от самых мелких колебаний и тем самым обеспечит нам на притяжении планетарное равновесие для двух тел. Но и тогда это равновесие держаться не сможет и обвалится с введением в систему любого третьего тела. Третье тело, оно ведь тоже создает силы. И эти силы перемещаются вместе с телом. И любое ненулевое воздействие от этого тела обрушивает равновесие двух первых тел. Закроем и на это глаза. Пусть высшее вмешательство обеспечит нам планетарное равновесие для множества тел. Но и этот сценарий несостоятельен, потому что мы не можем закрутить вокруг единого центра всю Вселенную. А если не закрутим, то не будет центробежных сил и Вселенная обрушится. Любое тело, не вовлеченное в эту единую планетарность, обрушит эту воображаемую Вселенную. Кроме того, единая планетарность не соответствует наблюдениям. Ее нет в природе. У нас же во Вселенной множество планетарных систем они одна. И это научный факт. Давайте на наглядных примерах рассмотрим равновесие системы в комплексе. Расположим магнит на плоскости. Зададим сдерживающие силы. Уберем сдерживающие силы. Результат один и он очевиден. Магниты устремляются друг к другу. Для нашей Вселенной, построенной якобы на прямом притяжении, это означало бы лавинообразный процесс образования макротела. То есть не было бы на протяжении ни планет, ни звезд, вообще ничего. Один лавинообразный процесс Вселенского схлопывания с выходом на сверхсветовые скорости. При этом никакие планетарные системы даже не успели бы образоваться, не говоря обо всем остальном. Жизнь и так далее. Вот такой он безумный мир по Ньютону. Что об этом думает Российская Академия Наук? Ведь если лженаука преподается в вузах, это неправильно. И даже более того, это нарушение закона об образовании. В Российской Академии Наук есть специальная комиссия, которая призвана бороться с лженаукой на всех уровнях. Вот что пишет по этому поводу член этой комиссии по борьбе с лженаукой академик Александров Евгений Борисович. Текст объемный, две страницы, к сожалению, без какой-либо аргументации. Приведут выдержки, передающие основную суть. Дословно. Мне понадобилось около двух недель для чтения и обдумывания. Ответ. Нет. Большими буквами с восклицательным знаком. Вопрос. А нельзя ли более детально? Ответ. Можно. Более детальный ответ. Нет, нет, нет. Большими буквами с восклицательным знаком. Да я и не являюсь специалистом по теории гравитации. Вот такой интересный комментарий. А теперь давайте посмотрим, какие вопросы поднимались и в чем не является специалистом Александров Евгений Борисович, академик РАН, член комиссии по борьбе с лженаукой. Вся сложность вопроса сводится к элементарному сложению двух сил. А складывать силы по умолчанию должен любой абитуриент. А здесь целый академик РАН, заведующий лабораторией физико-технического института ИОФИ, член президиума научного центра РАН, заявляет, что он не специалист. Теперь давайте поймем ситуацию в целом и рассмотрим, как она касается вас лично. В учебных пособиях достоверной информации нет. По самым важным и ключевым темам, в том числе по равновесию. Вместо этого преподается несостоятельный бред. Специалисты физики регулярно выпускаются из вузов. Может ли человек, не разбирающийся о равновесии, разбираться, например, в космологии, практически в науке о равновесии Вселенной? Возможно ли вообще построить вразумительную космологическую теорию, проигнорировав равновесие? Это сделать невозможно. Теория не будет адекватной. И современная космология действительно неверна. В современном виде космология представляет собой сгусток нефильтрованного бреда. Кротовые норы, темные энергии, червоточины. Такая ситуация не только в космологии, но во многих разделах физики. Современных ученых такое положение отдел устраивает. То есть за деньги налогоплательщиков плодится армия шарлатанов, докторов невежественных наук. И вы, ваши дети, ваши внуки будете вынуждены их кормить. Это еще полбеды. За ваши налоги вашим детям в школах и вузах постоянно дают недостаемую информацию, прививают безграмотность, лишают возможности адекватно мыслить. По сути, это способ превращения детей в быдло, не способное думать. И делать это они собираются в неограниченное время. Как с этим бороться? Подключайтесь, надо не оставаться равнодушным к происходящему. Надо распространять эту информацию всеми доступными способами. Когда проблема перестает замалчиваться, тогда и находится решение этой проблемы. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин